Петропавловский военный институт национальной гвардии Казахстана Дедовщина. Самая первая причина, по которой молодежь очкует идти в армию. Ненависть на почве национальной принадлежности? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, за что избили таджикских курсантов в казахском вузе. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В военном институте национальной гвардии Республики Казахстан отчислили двух таджикских курсантов после инцидента. Эти курсанты говорят, что стали жертвами дедовщины со стороны однокурсников, курсантов из Казахстана. Однако администрация института признала виновными в случившемся именно таджикских курсантов и отчислила их из учебного заведения. Администрация института утверждает, что таджикские курсанты избили своего однокурсника и нарушили правила поведения в вузе, и поэтому были отчислены из этого заведения. Зиерадша Курбонов и Авас Курбонов являлись курсантами разных факультетов военного института национальной гвардии Казахстана в Петропавловске и говорят, что они пострадали в результате насилия со стороны своих казахских однокурсников. Однако администрация вуза, вместо того, чтобы справедливо разобраться в случившемся, обвинила в побои таджикских курсантов и заставила их взять вину на себя, после чего отчислила их из института. Эти таджикские курсанты были направлены на учебу в Петропавловск из МВД Таджикистана. Один из курсантов так описал сложившуюся с ними ситуацию. «Они приказали мне лечь животом на пол, но у меня звание лейтенант, и моя честь не позволила выполнить этот приказ». Потом Бакит Беков, курсант института, обматерил на казахском языке зиерадша, и между ними произошла перепалка в туалете, но туда быстро пришли офицеры и разняли участников драки. Все пожали друг другу руки и разошлись. Ссора и последовавшая затем драка произошли 6 декабря, и, по словам администрации института, казахский курсант был несовершеннолетним. В ту же ночь, по словам Курбонова, казахские курсанты выключили свет в казарме и стали избивать их армейскими ремнями. Всего, по его словам, нападавших было около 160 человек. Они избили 10 таджикских курсантов. Как вы относитесь к такой обстановке в военных вузах и к тому, что с этим практически ничего не делают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На основании заявлений Бакетбекова суд города Петропавловск признал Аваза Курбонова в умышленном причинении телесных повреждений и оштрафовал его на 100 долларов в США. По словам Аваза Курбонова, в этой потасовке жертвой инцидента был он, Зия Радша и другие таджикские курсанты. Однако под давлением и угрозами, что если они не примут вину на себя, то их убьют в лесу, а если примут, то их просто оштрафуют, и на этом все закончится. Они признали себя виновными. В соответствии с приговором суда таджикские курсанты были оштрафованы и затем их отчислили из учебного заведения. В приказе начальника института в качестве причины увольнения таджикских курсантов указано, что они нарушили военную дисциплину и правила поведения в учебном заведении. В учебной части военного института один из офицеров, не пожелавший назвать себя, сказал, что студенты отчислены за грубое нарушение правил. Таджикские курсанты говорят, что они заплатили наложенный на них штраф при помощи своих таджикских однокурсников. Однако офицеры вуза затем избили их и выгнали их из общежития на мороз. Аваз Курбонов говорит, что на те деньги, которые оставались у них, они сняли на сутки съемное жилье и теперь не знают, что им делать. В настоящее время в военном институте Национальной гвардии Казахстана обучаются 37 таджикских курсантов. Направленные для прохождения обучения из таджикского МВД. Обучение таджикских курсантов проводится с 2009 года на основании межправительственного соглашения между Таджикистаном и Казахстаном. Как видите, беспредел творится не только в казармах Таджикистана, но и, по сути, во всех военных учреждениях, наверное. Но тут, по сути, является международный скандал и очень странно, почему именно правительство Таджикистана ничего с этим не делает. Ведь, как минимум, они должны были провести расследование. Как вы считаете, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok